друзья я в екатеринбурге мы наконец приехали я сейчас нахожусь на улице вайнера ну правда ничего не знаю вообще но знаешь что только эта пешеходная улица частично пешеходная только небольшой участок и и а дальше уже идет для открытой для транспорта а 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 нажми на кнопку и где-то не один случайный человек станет счастливым есть получилось а счастливее у кого? на ветер может и нет ну будем на это надеяться ахахахаха о впереди какой-то парк аттракционов городок дело в том что на улице много народу потому что еще идут каникулы рождественские по поводу Ленина стих я не помню Ленина живьем я его застал уже холодным говорят был дерзким пацаном поимел державу при народном поднял у богатых кошельки и подвел под новые понятия дескать все отныне босики вот такая значит демократия это ледовый городок ребят это все изо льда подождите да 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 это лед ледовый городок это ледовый городок порой для вечер до этого не пока надо понять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На обратном пути выгрузились Сейчас вот на загрузку поехали Уже время ночь И вот не могли не проехать мимо Стелла, Европа, Азия Здесь вот, наверное, я так думаю днем Что-то вроде кафешки, сувениры, кофе Каменный цветок вон Правильно? В честь десятилетней ведовщины Встановления побратимских отношений Между Екатеринбургом и Гуанчжоу Дитайской народной республикой Город цветов Гуанчжоу Каменный цветок Ну вот мы и на границе Европы И Азии Вот Я так понимаю, что вот это граница Да, точно Здесь, правда, не видно Написано Европа и Азия Получается, что я одной ногой стою в Европе А другой ногой в Азии Вот так вот Такая у нас Россия страна Ну что, как вы будете вставать? Да как вы будете вставать? Вставать там, нахуй У нас удачика Заключил Погода Существует Слушай, подвинься, немного я тебя обойду Давай-давай Спасибо Удачи ой, весело у нас заключил тачик КПС надо вступать поэтому что-то нифига слава богу, выехала очищалочка или посыпалочка очищалочка даже встать негде снегом замело все, входи входи входил, стоп блять встать на песка, ему чего-то надо зимняя сказка уже сколько машин, три машины мы повесли три машины мы повесли даже маленькие боятся нас угонять не хотят очкуют, видимо, по такой дороге веселой ну надо им, наверное, сейчас проедем мостик я им марку не сссали но они, походу, все равно опасаются соблинять а нет, пошел бы он, наверное, пошел бы встать приезжаем к игре но все равно, конечно, плохо точнее, не успели упасть, потому что снег ночью посыпаем было вперед подачишь Аперитив, правильно? Аперитив это обычно алкоголь пьет. А, аперитив это алкоголь? Аперитив, да. А, просто... Аперитив. Кое-кому. Аперитив это аппетит, когда выпивают на 50-60. Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. И, конечно, в воскресенье. Здесь я встречу день рождения. Новый год, 8 марта. Ночевать здесь буду завтра. Если я не заболею, не сорвусь, не озверею. Здесь я встречу все рассветы, все закаты и приветы. От работы дохнут кони. Ну, а я бессмертные кони. Отлично. Наконец-то встали на стоянку. Сегодня весь день милой и до сих пор продолжает. Сейчас готовимся ко сну. Хотелось бы выразить благодарность Роману, который передал мне через Эдика вот это вот замечательное постельное белье, которое я уже застелила. Хочу, опять же-таки, сделать маленькую рекламку. Да, застельное белье не буду показывать. Это просто, ну, не знаю, немножко неприлично. Ну, я знаю, что вы будете писать всякие веселые комментарии на этот счет. Но вот хочу показать конкретно наволочку. Да, это реклама. Я действительно хочу поддержать этого человека. Этого производителя замечательного. Трак Комфорт Плюс. У них вот такая вот есть в каждом белье вставочка, где указывается, какая конкретно марка и материал, ткань, из которой делается белье. Это фланель, она толстая, то есть ткань плотная, толстая. Такие расцветки всякие разные. У меня вот такая веселая цвет хаки, веселая расцветочка, разноцветная. Материал хороший, то есть он натуральный. Это фланель. И я вам скажу честно, без всякой рекламы, что действительно белье очень хорошее. Всем рекомендую, заказывайте. Ссылочки на контакты будут в описании. Еще хочу передать привет. Я обещала Лене, которая сшила мне на Новый год вот такую вот замечательную подушку. У нас заняла почетное место у меня в машине. Просто она очень красивая. Ну, ее можно и куда-нибудь под голову иногда положить, когда не хватает обычной подушки. Под поясницу, когда сидите на сиденье. Ну, мне очень нравится. Я вот люблю такие штуки. Ей просто привет передаю, так как обещала. Мы стоим в Казани. Завтра будем дома, я надеюсь. Если нас совсем не заметет. Надеюсь, нас не заметет. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока-пока.